Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Доброе утро. Мы продолжаем Утро на Болткоме. Я Александр Шунин. С нами, как обычно, по понедельникам в это время на связи представитель бюро вакцинации Инга Васильева. Инга, доброе утро. Здравствуйте. Никогда нам не надоест задавать этот вопрос. Давайте подведем итоги прошедшей недели и наметим события будущие в плане вакцинации как темпы. Агентство Лето нам сообщает о том, что больше 65, если не ошибаюсь, 67% полностью вакцинированы жители Латвии. И за последнее время стало меньше тех, кто делает первый укол, потому что стало больше тех, кто заканчивает курс, то есть второй укол. Да, так ли это? Да, в принципе. Но опять-таки, можем посмотреть в категории 12+. То есть все люди, которые могут в нашей стране получать вакцинацию, на данный момент начали этот процесс 75 слушателей. В принципе, каждые три уже начали из категории 12+. Что касается общей популяции, то этот процесс вакцинации начало 65% жителей. Да, агентство Лето неправильно подметили. На данный момент становится меньше процент первых доз, довольно-таки большой процент вторых доз. Но что интересно, то на прошлой неделе, например, уже больше 10% всех фактов вакцинации сделали люди, которые шли за бустерные дозы. То есть процент людей, которые получают бустерную дозу, на данный момент начинает довольно-таки хорошо вырастать. Ну, эта вот бустерная прививка, она по-прежнему рекомендована или уже можно считать, что она обязательна и надо собираться и записываться? Вы знаете, бустерная прививка, она не обязательно. Она ни в коем смысле не дает никакой, скажем так, ну, то есть есть или нет у вас бустерная прививка, это не влияет на ваш дигитальный сертификат. Она, в принципе, важна только для такой эпидемиологической ситуации и для здоровья самих людей. Она, в принципе, ну, скажем так, она очень-очень рекомендована таким группам людей, как сеньорам в возрасте 65 лет. Она рекомендована, конечно, людям, у которых заметно, скажем так, их называют профессионально иммунсупресады. То есть это люди после таких тяжелых заболеваний, в принципе, те люди, они сами знают, что они в этой категории. 50 плюс люди с хроническими заболеваниями. Обязательно людям с 18 плюс возраста, если они вакцинировались одной дозой Янцен, в принципе, очень-очень желательно идти после 8 недель, после приема одной дозы Янцен, идти уже за второй бустерной дозой. Она не обязательно Янцен, скорее всего, это будет Модерна или Файзер. Что касается остальных возрастной категории 18 плюс, то нужно, конечно, смотреть именно на, во-первых, состояние здоровья, хронически ли вы больной у человека или нет, и у вас есть какие-то заболевания или нет. Работаете ли вы в каждодневном своем режиме в таком тесном контакте с больными людьми COVID, например, с людьми, которые не вакцинированы. В принципе, это нужно, эти все условия измерить, и можно тогда идти получать вакцинацию. Что еще важно, то есть не записаться и получить, например, бустерную дозу невозможно, если не прошло 6 месяцев с момента второй дозы. То есть если вы хотите сейчас записаться на январь, вы этого не сможете сделать, вам нужно дождаться именно числа, когда у вас была вторая доза, считать полгода, и тогда вы можете начинать этот процесс. И, конечно, важно, если вы до, после или среди вакцинации болели COVID-19, то вам бустерная доза не нужна, так как, в принципе, факт болезни COVID-19 в какой-то мере считается как одна доза вакцинации против COVID-19. А как быть тем, кто переболел и воспользовался возможностью сделать один укол, ну, скажем, модерный? Ну, смотрите, формула, в принципе, простая. Если вы болели, это считается как одна доза вакцинации, дальше пошла, скажем, факт вакцинации, то есть это уже две вакцины, в принципе, да, вы можете получить бустерную дозу, если пройдет определенное количество времени. Что касается модерны, да, да. Что касается именно вакцины модерна, то за бустерной дозой можно идти, начиная с 6 по 8 месяцев после второй дозы, ну, или, скажем, в данной ситуации дозы модерны, так как модерна считается, она более, более большие дозы вводится в таком примарном факте вакцинации. И сейчас по всем научным исследованиям она более устойчива против COVID-19, поэтому советуют немножко дальше от, по периоду от второй дозы. И вам тогда, если, например, вакцинировались с курсом модерны, то вам будет даваться не полная доза модерны, как бустерная, а только полудоза. Есть какое-то значение вот эта бустерная вакцинация, она делается той же модерны или там Pfizer или другим производителем, то, что, как же сформулировать правильно, может ли отличаться бустерный укол от той вакцинации, которая была сделана, там, один или два укола? Или это обязательно должны быть все Pfizer, все модерны? Или можно только вот коктейль делать? Вы знаете, обустерную дозу советуют именно вакцины технологии МРНС, то есть это или модерна, или это Pfizer. В принципе, как приоритара, ну не знаю, как первый выбор вакцины, это сейчас считается модерна, второй выбор может быть Pfizer. То есть, конечно, если вы вакцинировались двумя Pfizer, вы можете выбрать тоже Pfizer, это не запрещается, это все возможно. Как первый выбор вам вакцинатор предоставит модерн, вы можете отказаться и взять Pfizer. Если вы вакцинировались AstraZeneca, это единственная вакцина, где позволяется тоже еще и третий выбор, это та же технология, та же вакцина AstraZeneca. Единственное, ее довольно-таки сейчас вам вакцинируют, скажем, не в каждом в кабинете по вакцинации. То есть, если вы хотите AstraZeneca, конечно, там нужно поискать, где она на данный момент вакцинируется. Но, в принципе, как первый выбор, всегда вам предоставят именно модерну. Сегодня отменяется локдаун, нет больше комендантского часа. Как это отразится на деятельности вакцинаторов? Вернуться ли, например, в торговые центры и так далее? Ну, вы знаете, на данный момент, в принципе, в тех торговых центрах, где они работали, в вакцинационные пункты до сих пор и будут работать. То есть, были такие центры, где они работали именно в самих центрах. То есть, это было где-то совсем рядом с входом, и это был отдельный вход в торговый центр. Что касается остальных мест, они останутся работать в таком режиме, в котором они были. То есть, это такие специальные, скажем, такие контейнеры, в которых проходит вакцинация. Конечно, очень важно, именно 18 ноября, так как на этой неделе у нас государственные праздники, сразу могу сказать, что 18 ноября будут такие сокращенные возможности вакцинироваться, но они будут, и при том они будут по всей Латвии. То есть, в Риге, например, будут работать пункты в галерее Рига, в Домине, в Альфе, Рига-Плазе, в Иманском, на Иманском базаре. В Резекне будет на Абрии, вошли на 106. В Дауглопиле будут работать в Дауглопилсе, в тех торговых центрах, в которых они тоже и работали в каждодневном режиме. Также будет в Дауглопилском олимпийском центре. В Лепай будет и в Петер-Тиргусе, и в Лепай с Латвия-Шбедри, и в Снамс. И, конечно, что тоже важно для рижанин, для рижан будет курсировать наш вакцинобус, по тому же графику, по которому он курсирует каждый четверг. То есть в тех местах, в которых он был в четверг, в то же самое время он будет тоже 18 ноября. То есть есть возможность получить вакцины в праздник тоже. Так как праздновать 100-летие государства. Да, просто надо учитывать, что в праздничный день по сокращенному графику будут работать эти центры. Инга, а с этой недели в школах начнут использовать экспресс-комплекты для самотестирования. Чуть подробнее, чем это будет отличаться от предыдущей системы? Угу, тесты от COVID-19 – это не моя сфера деятельности, поэтому я не могу вам ответить на этот вопрос. У меня нет информации. Там можно говорить с специалистами из НВД. Да, хорошо. А тогда, в принципе, вопрос по этой возрастной категории. Что у нас происходит со школьниками? Да, интересно. Если мы так посмотрим в разрезе по возрастам, то, конечно, очень активно до сих пор сохраняется темп вакцинации у молодых людей в возрасте 16-17. В принципе, они уже достигают почти 80%. Также очень активно вакцинируется категория людей 18-29. В принципе, возраст 12-15, извините, тот, который последний присоединился. Он тоже идет довольно-таки хорошими темпами. Но опять-таки, тут появляются такие разрезы по регионам. Что касается регии, видзами, курсами, молодые люди вакцинируются хорошо в Лат-Галле, этот темп немножко, конечно, скажем так, уменьшается, особенно в категории 12-15. Но вы знаете, если я могу еще прикоснуться немножко к теме сеньоров, которые, в принципе, для нас в стране не самое главное, именно по премарной вакцинации, то мы видим, что за последние несколько недель темп среди сеньоров, он на самом деле очень-очень вырос. И что самое хорошее, темп хорошо растет тоже в категории людей 80+, 90+. Кстати, именно 90+, на данный момент, самый такой активный вырост вакцинации. Вакцинация, в принципе, даже можно сказать, что он удвоился. Например, люди в возрасте с 60 до 75, в принципе, почти уже достигли 80% вакцинации. Это очень высокие цифры. И они очень важны именно для здоровья и, скажем так, ну, даже сохранения жизни очень многих сеньоров. Да, это так. Что касается Лат-Галли, вы упомянули ее, и помнится, ровно неделю назад, когда мы общались, даже президент обратился в утренний панораме, мол, надо всей Латвии как-то повлиять. Что происходит? Вот последние дни, что происходило, когда поменялась ситуация в сторону улучшений или там стабильно плато, вот не хотят они и все? Вы знаете, нет. Ситуация в Лат-Галли тоже меняется довольно-таки быстро, в лучшую сторону. В Лат-Галли проводятся такие, скажем так, выездная вакцинация по такому принципу. То есть берется одна волосна, например, Лудзинская волость или Рызыкнецкая волость, которая вот еще будет продолжаться сегодня и завтра, и там выездная вакцинация каждый день, в принципе, так, в течение недели выезжает по всем более или менее, скажем так, большим или маленьким жилым пунктам. Например, в Лудзинской волости было по 25 пунктам Лудзи, в Рызыкнецкой волости, включая завтрашние дни, будет 26 жилых, не мест, может быть, неправильно говорю на русском языке, городах и поселках Рызыкнецкого волости. Также такой же принцип был в Краслове, так будет тоже в Прейле. Я вам могу сказать, что, например, за период с 1 по 11 ноября самый такой большой прирост по фактам вакцинации, скажем так, по проценту вакцинации был в Краслове, где процент вакцинации среди всех жителей Красловской волости увеличился на 17%, в Лудзинской на 15%. Это очень-очень большой прогресс в течение недели. Да, это солидный прирост. А скажите, как вы считаете, подобный результат стал возможен благодаря тому, что вы просто туда приехали? Ну, то есть жители, видя тот же самый вакцинобус, например, скорее решаются, скорее принимают это решение? Чем показывают данные опроса, ну, что называется, в сухую? Будете, не будете, а вот не знаю, а увидели – да. Вы знаете, я думаю, это такая совокупность различных обстоятельств. Во-первых, в принципе, конечно, трагическая ситуация, в которой мы находимся, кризисная ситуация, особенно Латгалия. Как мы знаем, там очень плохая ситуация, именно эпидемиологическая. Это раз, конечно, это решение правительства по более жёсткой такой политике в отношении невакцинированных людей. И, конечно, это очень большое сотрудничество, скажем, нас как людей, которые организуют процесс с семейными врачами и самоуправлениями. Как вы помните, в октябре Кабинет Министров издал тоже особые ноты, которые… Сейчас не могу передать, сейчас передано на латышский язык. «Кори парать паш валды и бакты в есайстве». То есть… Мы предполагают активное участие самоуправлений. Самоуправлений, да. И, в принципе, совокупность этих трёх сторон, она даёт очень хороший результат. Спасибо огромное. Мы благодарим Ингу Васильеву, представителя Бюро вакцинации, за актуальную информацию. Приятной вам короткой праздничной рабочей недели. Всего доброго. Мы немножечко… Да. Кстати, извините, я ещё одну минутку вашего эфира возьму на себя. Если рижанам будут звонить актёры Рижского русского театра, особенно синиорам они звонят на данный момент, они как раз помогают самоуправлению обзванивать синиоров и приглашают на вакцинацию. Будьте отзывчивыми. Актёры это делают от души и от сердца. Мы очень-очень признательны всем деятелям культуры, которые очень активно в этот процесс в данный момент активно принимают участие. А у нас как раз на прошлой неделе в эфире был один из актёров театра имени Чехова, который как раз сидит на телефоне. Так что мы, что называется, следим за ситуацией, держим руку на пульсе, пульс на сердце и так далее. Прерываемся, да? Всё-таки сейчас прерываемся. После новостей с нами будет Гуннер Скутрис, экс-председатель Конституционного суда и бывший депутат Сейма. С ним мы обсудим вот этот нюанс, который сегодня вступил в силу. Фактически запрет на выполнение своих функций депутатам Сейма и местных самоуправлений, которые не имеют сертификата о вакцинации или не могут предъявить факт того, что они переболели от коронавируса. Не могут они больше быть народными избранниками. Зарплату не получают, но тем не менее уволить их тоже невозможно и мандат лишить как будто бы и не за что. Вот такая ситуация сложилась, её мы и обсудим. Радиоболтком